Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Талдот, Родословие, как говорят наши мудрецы. И написано. И был голод той стране, кроме первого голода, бывшего дни Аврагама. И сошел Аврагам в страну пришти царю Мелоху в Грар. И явился ему Бог и сказал, не спускайся в Египет, поживи в стране, о которой я скажу тебе, поживи в этой стране, я буду с тобой и осуществлю клятву, которую я поклялся Аврагаму, отцу твоему и дам твоему потомцу всю эту землю. В общем, такое хорошее благословение Всевышний говорит, Ицхак не имеет права уйти из страны Кнаан. Мы с вами знаем, что он никогда не ушел из страны. Он всю жизнь здесь прожил. Все свои 180 лет наш пройтенец Ицхак не ушел из страны к нам. Вот так. Он единственный из наших праотцов. И спросили люди этого места о жене его. И он сказал, она моя сестра. Ибо боялся сказать, жена моя. И было спустя много дней, посмотрел, раз царь Авемалех в окно, и увидел, вот Ицхак играет с ревкой женой своей. Что-то он увидел. Увидел то, что не происходит между братом и сестрой. Те отношения, которые он видел, он понял, что это его жена. И призвал Авемалех Ицхака и сказал, почему сказал ты, ведь она жена твоя, почему сказала она моя сестра? И ответил ему, Ицхак, ибо я думал, что нет, в этом месте страха перед всесильным. И меня убьют по поводу жены моей. И сказал Авемалех своему народу, каждый, кто прикоснется к этому человеку и к жене его, умрет. И сел Ицхак в той стране и получил в тот год столицей, ибо благословил его Бог. То есть, не было большого урожая в стране, а у него было сто урожая. То есть, он продавал их на сто рынках. То есть, невероятный урожай всесильный ему дал. И стал великим человек этот. И он все больше и больше возвеличивался, пока стал весьма великим. Что значит весьма великим? То есть, то, что ему дал всесильный, это просто трудно себе представить. Говорится, что стоимость навоза мула Ицхака было больше, чем стоимость всего золота великого царя и Мелыха. Там мощнейшая держава была пришли. И еще чудо в том, что мулы это животное, которое запрещено всему человечеству выводить. Тем более, тем более евреям это запрещено скрещивать лошадь со словом. Но, если они сами между собой в природе скрещиваются, получается такое животное мул. И вот Уицхака пишется, что было чудо, что у него были именно эти мулы. Их было настолько много, столько их дал всесильный, что стоимость навоза его больше, чем золото. Стоимость золота царя и Мелыха. То есть, Всевышний он сделал невероятным богачом. Так он решил. И были его стадами мелкого и крупного скота и много прислуги и завидовали ему плештим. И написано, что призвал Мелыха Ицхак и сказал «Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас». И ушел оттуда Ицхак и посерился в долине Грар. И написано и снова откопал Ицхак колодца воды, вырытые в одни Аврагама отца его, которые засыпали плештим после смерти Аврагама. То Ицхак это все восстановил. И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец живой воды. И спорили пастуки Грарские с пастуками Ицхака и он назвал этот колодец Ицхак и за него спорили и ушел туда Ицхак и вырыл другой колодец и спорили за него и он называл его Ситна потому что на него тоже спорили и он нашел оттуда Ицхак ни в какие споры не вступает не воюет не пользуется своим положением не пользуется своим богатством чтобы их поставить на место нет он хочет чтобы все мирно было он мирным путем все решает и ушел в одно место и рабы Ицхака вырыл там колодец и о нем не спорили и он сказал вот теперь дал нам бог простор и мы распространимся на земле и назвал его Реховод простор вот этот колодец и написано и пришли к нему Авималех из Грара Эхуза друг его и Пихаль военачальник и сказал им зачем пришли вы ко мне то есть Ицхак с ними разговаривает как будто он царь кто это может царю такое сказать зачем пришли вы ко мне в великом атаковке они перед ним обрадуются увидели мы что с тобой был бог и давай заключит союз чтобы ты нам не сделал зла так как и мы не дотрагивались до тебя и отпустили тебя с миром ты теперь благословенный богом то есть для них что человек ушел его не ограбили это у них уже что-то невероятное то есть они такой невероятный поступок совершили и Ицхак с ними разговаривает как будто он царь и мы смотрим когда они пришли к Аврагаму пришел Авималех из Грара и Пихаль в начале к его говорит с Аврагаму но с Ицхаком уже и Ахузан третий вельможа пришел то есть с ним более большая делегация идет всевышний под ноги ему весь мир бросает Ицхаку и он сделал им пир и они ели и пили и встали поутру и отпустил их Ицхак и они ушли от него с миром то есть он их отпустил никогда не захотели ушли когда он их отпустил и никаких всем овец которые дает Аврагам ММЛ он подтвердил его колодец он полностью он полностью ничего от них не просит он полностью зависит только от Всевышнего и он ведет себя соответственно этому то что как-то сильно его благословил вот так вот а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за появление души Владимир бен Григорий Берт абат Исраэль Павел бен Ефим Самуил бен Герш Хайамалка бот Йосиф Мира бот Аврагам Роза бот Михаэль Памяки Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Яков бен Нахум Задровая Светлана бот Клара Шимон бен Ицхак Борис бен Нария Анна бот Ривка Полина Перв бот Соня Сура Лена бот Клара Женя бот Ида Анна бот Елена Евгений бен София Дворра бот Миря Моисей бен Ева Ирина бот Дворра Йосиф бен Раиса Инесса бот Мэль Евгений бен Берта Евгений бот Ита Фира бот Анна Геннадий бен Елена Ольга бот Светлана Йосиф Дан бен Цара Таня бот Фрида Ида бот Рива Вадим бен Татьяна Юлия бот Белла Яков Йосиф бен Рахель Шимон бен Мира Фейга бот Берта Ася бот Года Марк бен Нина Ира бот Вера Леор Бен Клара Рафаэль бен Клара Хана Цепора бот Сара Ида бен Хая Авива Мазл Парнаса Сгула Ирина Батури Арона Ребен Нури За хороший дух Арона Ребен Двойра Гниз бен Ахум Абигань бот Сара Хана бот Аврагам Парнаса Ибриют Владимир бен Рая Марина бот Рая Борис бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кавана Мазл то что мы Это время не грешили Читали Тору Всем все самого наилучшего Всем желаем Крепчайшего здоровья И до следующих встреч Надеюсь Снавтра В 15.30 Шалом